Это Corsair K63, обычная TKL механика, а вот эта, она же, только беспроводная. Это первый раз, когда я пользуюсь беспроводной механикой, и честно говоря, поначалу я не понимал, зачем это, но теперь я попользовался и могу назвать вам 5 супер очевидных причин, почему это круто и нужно. Первая и, конечно же, самая очевидная причина, это то, что это механическая клавиатура. Человек, который хочет купить механику, не нуждается в причинах, он и так знает все преимущества. Но если вы не очень разбираетесь, то самые основные преимущества механики это скорость, надежность и ощущение работы с ней. Потому что человек, который перешел на механическую клавиатуру, ну очень вряд ли перейдет обратно на мембранку. Тем более, что здесь стоят одни из самых надежных и популярных переключателей в мире, Cherry MX Red. Они не имеют щелчка и расстояние до срабатывания у них всего лишь 2 мм. Это относительно негромкие и быстрые свечи, при том, что у них очень приятное нажатие, а звук офигенный. Пользоваться клавиатурой с ними одно удовольствие. Вторая причина, она конечно же тоже супер очевидная, клавиатура беспроводная. Сначала я не очень понимал, зачем это. Смотрите, весит она чуть больше килограмма, таскать вы ее с собой не будете. К чему тогда делать механику беспроводной? Но потом я понял. Смотрите, клавиатура может подключаться к устройствам с помощью Bluetooth и беспроводной технологии на частоте 2,4 Гц. То есть, что может происходить? Например, клавиатура подключена у вас к компьютеру и одновременно к телевизору, если он у вас на Android или если у вас есть, например, Android приставка. То есть, что можно делать? Вы берете с помощью кнопки Fn+, F9, либо F10, переключаетесь между источниками, которые вам нужны. То есть, сейчас вы там, например, посидели за компом, потом идете смотреть телевизор, включаете какой-нибудь Netflix, врубаете клавиатуру себе на коленки, кладете и без проблем там ищите нужный сериал или фильм. То есть, это может работать так. Еще это может работать вот как. Например, у вас есть дети, они любят играть на телевизоре. Какие-то там простые игрушечки. Тоже с клавиатурой это удобно делать. Третий вариант. Вы просто берете, подключаете все это дело к PlayStation и начинаете рубиться в Fortnite. И все ваши противники рыдают просто в конце турнирной таблицы, называют вас читером. И, в общем-то, это реально легальный чит. Легальный чит. Я, конечно, против читов, но в Fortnite можно. Третья причина. Она так красива, что... Я перестаю дышать. И достаточно компактна. Чтобы не мешать. То есть, цифрового блока нет, много места на столе она не займет. Плюс к красоте еще и офигенная синяя подсветка, которая усиливается с помощью синей подложки, которая под клавишами. Подсветка имеет два вида яркости, то есть можно 50% и 100% яркости сделать. Плюс к красоте вот такая симпатичная подставка под ладони. Хотя, если она вам мешает... Я не выкинул. Вы же понимаете. Четвертая причина. Она сделана из хороших и практичных материалов. Не пачкается, не царапается и на ней не видна пыль, так как видна на глянце. Плюс здесь классные резиновые ножки. Они очень цепкие и хорошо держат клавиатуру на столе. Она не ездит. Плюс резинки есть и вот здесь. Этого не видно, но вот это резинка. Пятая причина. Это все-таки игровая клавиатура. Время отклика, несмотря на беспроводную технологию, 1 мс. Это так же быстро, как и по проводу. Так что все ваши движения будут без задержки. Если надо, подключите провод и не парьтесь. Плюс здесь неплохая раскладка. Длинные шифты, которые так любят геймеры. И совсем небольшое смещение F-клавиш, от чего привыкать не придется. Опять же, она укороченная и мне, как геймеру, это удобнее, чем полноразмерная. Еще один момент. Можно отдельно докупить лэпборд. Вот такая хрень, в которую вставляем нашу клаву и она превращается в полноценный игровой стол у вас на диване. Вот тут как раз вариантик с Fortnite очень заходит. Плюсы этой клавиатуры, они же и недостатки. Итак, первый это механика, а значит она не из дешевых. Хотя, в принципе, это одна из самых недорогих клавиатур, которые есть у Corsair. Плюс она беспроводная, а значит еще дороже. Хотя это, скорее всего, только у нас в стране, потому что разница на Амазоне между этой клавиатурой и проводной клавиатурой всего лишь 20 долларов. Сколько она будет стоить у нас, непонятно. Конечно же, из-за того, что она беспроводная, клавиатура будет разряжаться. Хотя время работы у нее вполне ок, учитывая, какое здесь время отклика и какая подсветка. Производитель говорит, что если подсветка будет на 100% яркости, то клавиатура без перерыва проживет 15 часов. Если 50% яркости, то 25 часов. А если вообще выключить подсветку, то 75 часов. Я стримил 4 часа в беспроводном режиме со 100% яркостью. И в конце стрима индикатор батареи был все равно полный. Я ее не выключил и оставил так на ночь. На следующий день было 75% заряда. То есть клавиатура экономит заряд. Если она бездействует, подсветка, естественно, выключается и все такое. Так что где-то на 10 часов активного гейминга можете рассчитывать. Какой вывод? Вот сейчас говорю для тех, кто уже написал комментарий о том, что нафиг такое нужно. И за такие деньги я соберу комп, плюс куплю сяоми и так далее. В общем, ребят, продукт нишевый. Не всем такое нужно, не все такое могут себе позволить. Но есть люди, у которых есть деньги такое купить. Которые не любят провода. У которых, например, дети играют на телевизоре в какие-то игрушки. Дети их детей играют в Fortnite и так далее. В общем, есть люди, которым такое нужно и которым такое очень зайдет. И вот для этих людей создается такой продукт. И он сделан качественно. Он хорошо работает. Он приятно выглядит. И это реально крутая штука. Если вам это не нужно, обязательно оставьте комментарий внизу, что это хлам. И за такие деньги не надо это покупать. Если вам это нужно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У нас будет еще много обзоров. В этом году реально переходят все на беспроводные клавиатуры. Это не первый беспроводной игровой продукт. Будет еще от других производителей. У вас будет очень много гореть в этом году. Подписывайтесь, ставьте лайк. Сейчас даже кнопка, наверное, по такому случаю заработает. Вот это, кстати, неожиданно. Самое главное, клавиатура не хрустит. Да, кстати, она не хрустит. Она не хрустит. Это вам не Xiaomi. Это все, конечно же, очень хорошо. Но скажите, как механическая клавиатура в плане секса? Нормально все? Нормально. Клюет? Клюет.